Бог благ, Бог милосерд, и мы рады, что система работает. Все, что систематизировано, оно будет приносить результат. Все, что не систематизировано, как отдельная вспышка, она не принесет никакого результата. Как мы уже и говорили, третье воскресенье – это служение священнодействия, как мы обозначили служение исцеления. Но мы должны понимать, что понимание или суть этого служения исцеления – оно многогранное. Потому что кто-то нуждается в физическом исцелении, кто-то нуждается в ментальном исцелении, кто-то нуждается в социальном исцелении, у кого-то может быть в семье бардак, скандал, ссоры, и там нужно исцеление взаимоотношений. И мы должны с вами понимать, что спектр этого служения исцеления, он достаточно широк. Прежде чем ты пришел сюда, со своей проблемой, Господь все это уже видит, и Господь все это знает. И знаете, что Бог ждет? Он ждет от нас активной веры. Будет вера, будет ответ. Потому что иногда мы уже, как бы, не то что зрелые, а заевшиеся слегка христиане, ну давай, посмотрим, что на этот раз будет. Если ты будешь вот так вот рассуждать, ты ничего не увидишь. Потому что в это же самое время Господь задаст такой же вопрос. Ну что, господа, во что вы верите? О чем вы мечтаете? И будут ли здесь такие в Артемии, которые будут кричать, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня! Вы знаете, что Бог ищет на земле? Бог ищет на земле не больных людей и не слепых людей. Он ищет веру. Он ищет веру. Даже если ты больной, но нет веры, но, увы, счастье стороною пройдет. По вере вашей да будет вам. Поэтому, друзья мои, смысл проповеди, который сейчас будет звучать, активизировать веру, чтобы она могла сдетонировать. И когда Господь увидит эту веру, по вере твоей да будет тебе. Уважаемые друзья, служение, священодействие, святдарбива, приходит только туда, где люди жаждут, куда люди алчут, взываются и просят нашему Господу. И Господь, видя веру, он отвечает. Поэтому тема проповеди, по вере вашей да будет вам, так пусть же этот день будет день моего благословения. Если правила игры озвучены, так пусть же эти правила игры будут востребованы и исполнены. Если по вере нашей, Господь говорит, да будет вам, так пусть же в этот день моя вера будет впечатлять моего Господа, и тогда Господь впечатлит нас своими знамениями и своими чудесами. Впечатлит Господа своей верой, и тогда Господь впечатлит тебя своими знамениями и своими чудесами. Давайте провозгласим в духовном мире. Я хочу активизировать нашу веру. Вера – это не просто молчание, такое поддакивание, или, ну, я не возражаю, Алексей, уже раз тысячу это мы слышали. Ну, посмотрим, что в этот раз было. У нас мнения могут быть разные. Вопрос. Тебе нужна помощь от Бога или нет? Если тебе нужна помощь от Бога, тебе все равно, но, что рядом с тобою делают люди. Итак, уважаемые друзья, предлагаю вслух сказать вместе. Повторите, пожалуйста, за мной. Этот день сотворил Господь для моего благословения, для моего исцеления, для моего восстановления. Все, что приготовил для меня Господь, я принимаю в полной мере. Еще раз. Все, что приготовил для меня Господь, я принимаю в полной мере. Дальше, давайте, все знают. Если я рожден от Бога, я рожден побеждать. Вместе. Если я рожден от Бога, я рожден побеждать. Дальше. Если я во Христе, я больше, чем победитель. Если я во Христе, я больше, чем победитель. Добыча моя не уйдет от меня. Громче. Добыча моя не уйдет от меня. Я верю, все вернется назад. Добыча моя не уйдет от меня. Я возвращу потерю всемирократ. Воздай славу Господу. Настоящая вера – это протест. Когда ты говоришь северу, отдай назад. Когда ты говоришь югу, не удерживай. Вера – это не просто покорное молчание. Ну, судьба. Ну, так звезды подсказали. Так карты легли. Тот, кто в Бога верит, он ведет себя иначе. Он протестует против всякого несчастья. Проти всякой нищеты и всякой болезни. Этот день сотворил Господь для моего благословения. Скажи это с верой. Этот день сотворил Господь для моего благословения. Посмотри на соседа. Он с верой это сказал? Или просто повторил за Алексеем? Ой, как мы отвыкли от харизматического служения. Какие мы стали экспертные. А ну-ка, давай с верой скажи без меня. Этот день сотворил Господь для моего благословения. А вы теперь попророчествуйте, что этот день сотворил Господь, пастор, для твоего благосостояния. Только фамилию имей не называйте. Этот день сотворил Господь для твоего благосостояния. Амин, я принимаю. Я нуждаюсь в этом точно так же. Поэтому, как написано, этот день сотворил Господь, мы будем радоваться и веселиться. И последний куплет, который нам тоже необходим. Кас мумсу ареи не писящам. Славци Господа, ибо он благо, ибо вовек милост его. Славци Господа, ибо он благо, при высши Иисуса нет. Еще раз. Славци Господа, ибо он благо, ибо вовек. Славци Господа, ибо он благо, ибо он благо, ибо он благо, ибо он благо. Они еще не нашли. Ищущие. И когда Господь увидит вот этих вот радостных, ищущих, которые уже верят, и благодарят Бога за свой ответ, Господь всегда выйдет на встречу, не сидящим на диване. Он всегда выйдет на встречу, ищущим. Будешь ищущим, Бог выйдет на встречу. Ты со мной? Ты со мной? Амэн. Почему и написано? Капец и ракстить. Ищите. Меклейте. И найдете. И отрадитесь. Стучите. И клавейте. И вам. Откроют. Только поймите правильно. Что значит стучать. Что значит стучать? Потому что стучать можно по-разному. Стукачи, в том смысле, им тоже настучат. Я просто говорю, по-польски не хочу говорить, как это. Вы сами знаете. Итак, с чего начинается исцеление? Первое. Слово исцеление напрямую взаимосвязано со словом цель. Тебе зачем исцеление? Какая у тебя жизненная цель? Если ты ничего не делаешь. Какая разница? Здоровый ты или больной? А если ты говоришь, я на трассе. И мне эта болезнь сейчас просто дико мешает. У меня есть цель. Поэтому мне нужно исцеление. Эти вопросы решаются в тысячу раз легче. Очень важно, друзья, понимать, для чего? Кам дель? Дальше. Талак. В основе исцеления реальная вера. А в основе веры слово Божье. И его обитование и обкровение. Запомните, что исцеление или Божье чудо, это не результат ритуала. Возложение рук. Рука узликшена. Или там какое-то повторение. Возложение. Потенциалу исцеливающей силы в слове Божьей. Паслал слово. Сутил лову. И исцелил их. И избавил их. Отмагил их. В слове. Вардар. Слово. Почему мы исповедуем это слово? Почему мы проповедуем это слово? Почему мы проповедуем это слово? Вера от слышания, от слышания от слова Божья. Но дело в арте. Когда слово Божья становится твоими жизнами, убеждениями и основой твоего мировоззрения, слово Божья исцеление. Не пастер Алексей. Не приезжие евангелисты. Не из отбраукушись евангелия. Исцелает нас слово Божья, в котором есть могущественная сила и нашу преображение, и нашу исцеление, и нашу преображение в целом. Итак, во-первых, немного о наших духовных координатах. Кто мы? С кем мы? Против кого мы? И за кого мы? У пар ко мы? Матфея 9. 27-29. Вообще рифма идет. Матфея 9, 27-29. Читаем Матфея 9, 29. Ну вообще, вы понимаете, это уже вообще сверху прямо, да? Бит небольшой все. Да хоть улыбайтесь, когда я шучу. Читаем, короче. Когда Иисус, кто-то думает, вера – это очень серьезное выражение лица. Лицо страдальца. Вера, если ты уже веришь в ответ, ты радуешься и веселишься. И с радостью принимаешь ответ от Бога. Амэн. Итак, прочитаем сначала историю. Откуда родилось название этой проповеди. Когда Иисус шел оттуда, а Он приходил то оттуда, то отсюда, за Ним следовали двое слепых. Зрячие не могут за Ним следовать. Кто знает, за кем идут. А это слепые знали, где Иисус, и они шли за Ним. Не просто шли, они кричали. Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов. Я совершенно уверен, там им тоже рот закрывали. Что вы там нарушаете порядок? Вера. Она тоже нарушает порядок. Религиозный порядок. И представляете себе, когда уже Он пришел в дом, слепые опять приступили к Нему. Вот неугомонные. Во-первых, Он куда-то шел, они шли за Ним и кричали. Он домой кому-то зашел. Эти слепые, они тоже зашли в дом. Уважаемые друзья, настоящая вера это гравитация, это магнетизм. Если ты на самом деле хочешь от Бога что-то получить, тебя никто не остановит. Ты на улице будешь идти за Ним и когда домой зайдут и ты тоже там будешь. И представляете, когда они были в доме, приступили к Нему и снова говорят, Иисус Сын Давиду. Иисус Сын Давиду. Иисус Сын Давиду. Помилуй нас. Обратите внимание. Певерси от узманей. Даже не об исцелении. Под неюзи пар дзиединāшану. Даже не об исцелении. Под не пар дзиединāшану. Помилуй нас. Апжало мус. Это чуть-чуть масштабнее. Это друсцинь плашак. Господь, мы рассчитываем на Твою милость. Мы ничего не заслужили. Но ты видишь. Иисус Сын Давиду. Мы евреи. Ты пришел к евреям. Мы соотечественники. Мы со граждани. Мы знаем, что ты Сын Давиду. Но ты Мессия. А мы, дети Аврама, мы жалкие. Нищие. И слепые. Аклы. Ты же не будешь вести так себя, как тот богач, который даже крошки не мог нам. Пожалуйста. Помилуй. Вы знаете, на какие клавиши вера давит на милость Божию. И знаете, и говорит им Иисус. 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 Что у вас есть большие проблемы. Вопрос номер один. Первый вопрос. Веруете ли, что я могу это сделать? Иисус. 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 Веруете ли, веруете ли, что я могу это сделать? Как я могу это сделать? Веруете ли, или нет? Да сколько раз уже мы об этом говорим? Да сколько раз мы уже говорим? Вопрос. Верите. Верите. Без веры Бога угоди. Без веры Бога угоди. Без веры Бога угоди. Они говорят ему. Да, Господи. Да, Господи. Понимаете? Там есть вера, там есть прикосновения. Там есть прикосновения. Следующий текст. Навкошес текст. Следующий, пожалуйста. Когда он, когда он, во-первых, отшитил их веру, когда он, услышал изповедание этой веры шей стикбаса плеченальему, тогда он пошел на встречу. Тогда он коснулся глаз. Тогда он пискарался вино аким и сказал по вере вашей петь жёсу тикбас да будет вам. Лай ёмс notiek. Какие выводы? Кажется на экране. Узманывая экрана. Настаящая вера это непокорная молчание. Это протест. Протест. Только протестуя против своей болезни я могу получить исцеление. Только протестуя против своей тупости я могу хоть немного поумнести. Только протестуя против религиозной системы я могу быть свободным. Протест — это движущая сила нашей веры. Протест озвученный. Следующий тезис. Настоящая вера — это молитвенный крик из глубины сердца. Реальная молитва — это исповедение веры и вопль о помощи. Как выглядеть вера? Вера связана с молитвой реальная молитва проистикает из глубины человеческого естества. Будет вера будет чудо. Буз бринумс. Не будет вера. Не будет вера. Не будет вера. Перемена не будет. Пармайни не будет. Поверье вашей. Поверье вашей. Да будет вага. Возьмите сейчас это на вооружение. Это чрезвычайно важный. Такие правила игры у нашего Господа Иисуса Христа. Вера от слышания слышания от слова Божьего. Реальное чудо предполагает неспособности Иисуса Христа. Они неукоснительны и они безусловны. Кто будет сомневаться, Бог всемогущий. Реальное чудо в первую очередь предполагает веру нуждающегося человека. Вот и хотелось бы, друзья, чтобы перед тем, как будем молиться сегодня за людей, если бы эти парни даже если не под этим делом, они бы сказали, мы задолбались уже от этой зависимости. Помолитесь, чтобы мы могли вырваться из этого плена. Кто против? Ну зачем нарушать порядок? Поэтому, уважаемые друзья, вера это магнетизм Иисусу и внутренний крик из сердца о помощи и теперь Римлянам 5, 1, 5. Мы должны знать, кто мы. Мы не знаем, кто мы. Ва Христе Иисусе. Иисусу. Если вера от слова от слышания слова давайте это слово послушаем. И так оправдавшись, вера мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Аправдавшись верою, куда бы ты ни пошел, вера, вера. Поверил Аврам Богу и это вменялся ему в праведность. Бесплодие полное. 90 лет. А Бог ему говорит, ты будешь отцом множества народа. Ты веришь? Господи, ты что, ничего не видишь? Ты кое, не кое не видишь? У Сары обыкновенная женская закончилась. У меня обыкновенная мужская уже на исходе. И ты мне про такие вещи рассказываешь, что я буду отцом? Ну где? Вера это когда ты даже дураком можешь выглядеть в своих собственных глазах. Нам хочется все так вот логично, а иногда вера, она превышает границы обыкновенной человеческой логики. Я Бог. Я не человек. Ну ты поверь мне, а? Сколько лет прошло, прежде чем Авраам уверовал? Но однако уверовал. И когда он уверовал, это вменилось ему в правильность. уважаемые друзья, Латвия будет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве. По-человечески. Алексей, о чем ты поверил Авраам? Это вменилось ему в праведность. Поверил Алексей в это. И это вменилось ему в праведность. Мы должны верить не в свои ресурсы и возможности. Друзья, давайте уверуем в ресурсы и возможности нашего Господа. Как написано, все, что невозможно человеку, возможно кому верующему человеку, который верит во всемогущего Господа. Аминь. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Можем мир с Богом. Настоящая вера. Иста это искусство самообладание самих экстремальных обстоятельств. Вера гарантирует мир. Гарантия мир. Нормальные обстоятельства. Нормальные обстоятельства. Через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надежды славы Божьей. Вера обеспечивает доступ к той благодати, к тому помазанию, к тем дарам Святого Духа, которые помогут нам в этом мире выжить и победить. И не с ним только мы хвалимся, но и скорбями. Знаю, что от скорби происходит терпение. Наш взгляд на скорби. Наш взгляд на некоторые немощи и болезни. Наш взгляд на тот бардак, который происходит сегодня в политическом пространстве. Скорби это не повод для разочарования. Это повод проходя через эти скорби получать опыт, закалку и профессиональные навыки. Посмотрите, вот что такое вера. Это не просто религия и не просто молчание. О чём поговорим чуть попозже. Апостол Павел говорит, что мы хвалимся скорбями, потому что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Потому что любовь Божья излила сердца наши Духом святым данным нам. Смотрите, вот тебе вся панорама вера, надежда, любовь. Смотрите, верою получили доступ. Потом надежда, она уже у нас, но она не постыжает. А после надежды любовь Божья изливается в сердца наши Духом святым, вот это троица великого благословения во Христе Иисусе. У нас есть вера и надежда и любовь. Нам позарез нужно и то, и другое, и третье. Важаемые друзья, исцеление это, когда ты начинаешь растворять Божье откровение. Когда ты вот это пропитываешься, в этом слове есть исцеляющая сила. Аминь. Иметь веру хорошо, иметь надежду лучше, а любовь говорится выше всего. Боже, дай нам Твои качества, Твой образ и подобие. Итак, уважаемые друзья, пожалуйста, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божьем. Мы должны понимать с вами, что до тех пор, пока мы живем в мире, и дьявол в этом мире находится, ну, никуда мы не избежим от этих превратностей судьбы и от несправедливости и от вот этих всех проблем и болезней и финансовые потрясения и политические потрясения. Ну, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божьего. То есть никто не обещал нам, пожалуйста, детей поставьте на место, а? Ашер, вы где? Для детей существует специальная комната многими скорбями надлежит мне завершить это служение. как говорится пастор Алексей, о чем ты проповедуешь, вот тебе и вот тебе и как раз по слову твоему многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Для чего Бог допускает эти скорби? Бог допускает скорби для того, чтобы, не для того, чтобы нас разочаровать и уничтожить. Бог допускает скорби лишь для того, чтобы закалить нас, испытать и переплавить нашу веру. в основе нашего служения должна быть проверенная вера. Если ты не проходил через долины смертной тени, если ты не приходил через эти сражения, если ты не проходил через предательство, если ты не проходил через болезни, когда даже врачи отказывались говорить что-то позитивное, и ты обретал в этих условиях сверхъестественную благодать и помощь от него. Но откуда мы будем знать, что такое настоящая вера и что такое настоящие чудеса? Все, что не проверено и все, что неиспытано к реальному служению не допускаются. Вот почему Павел хвалится не только знамениями и чудесами, но также и скорбями, понимая, что накануне великих благословений человека ожидают скорби, которые готовят его для принятия этих благословений. Римлянам 8, 17, 18. Как раз говорится об этом. А если дети, то и наследники, наследники Божьи санаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот вторая, последняя мысль такая приятная. А вот предпоследняя не совсем. Ну зачем страдать? Ну, жизнь такая. Что ты сделаешь? 18 стих. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Что такое вера? Вера – это понимание, что болезли, немощли, финансовые проблемы, или какие-то социальные программы, или какие-то гонения. Короче, скорби – это не что иное, как та цена, которую мы платим за благословение, которые будут ожидать нас в будущем. нынешние временные скорби, настигшие тебя, в который раз, не стоят ничего в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Поэтому, уважаемые друзья, пожалуйста, постарайтесь на свои сегодняшние проблемы посмотреть именно этим взглядом, что это экзамены, которые мы проходим, это экзамены, которые мы обязательно с Божьей помощью сдадим, и нас ожидает не кладбище, нас ожидает слава Божья. После этих потрясений, нынешние страдания, они будут ничем по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Итак, уважаемые друзья, хотелось бы одну историю прочесть. Вы уже библейские истории знаете, но хочу рассказать историю, которая прошла 12 лет назад. Даже у людей мира всего, которые попадают в страдания, которые попадают в неприятности, но которые ведут себя мудро, они в конце будут иметь великое воздаяние, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Иногда эти случаи или истории, которые происходят в мире, это вызов для нас. Итак, вашему вниманию, известный country музыкант Dave Carroll 12 лет назад. Пожалуйста, покажите его историю, посмотрите, нынешние временные скорби, как выглядели у него. Я хочу прочитать о том, что произошло у него. И, может быть, это вдохновит кого-то из нас. В 2008 году никому неизвестный кантри музыкант Dave Carroll летел на свой концерт в Небраску. Он попросил авиакомпанию United взять гитару в салон за дополнительную плату. Но ему отказали. Я, кстати, потому, что это не мелочь, потому, что когда профессиональные гитаристы, они летают, я даже видел наших музыкантов, то они пассажирское место покупают специально для гитары. Он сам сидит на этом кресле, гитару ставит и аж пристегивает еще. Но 12 лет назад даже в американской авиакомпании это рассматривали как какое-то недоразумение. Как вот это тут молодой человек говорит, пожалуйста, можно я оплачу билет и провезу свою гитару? Те ему говорят, не, не, никаких из самолета. Он увидел, что его гитару вместе с другими чемоданами швыряют. У него аж сердце сощемило. И, конечно, при получении багажа, посмотрите, нынешние временные скорби его настигли. Выяснилось, что его гитару, на которой он должен был играть вот на этом концерте, она безнадежно сломана. Он говорит, что год авиакомпания морочила ему голову и отказалась признать вину. Он судился. Судился. Ну, верните мне это. Авиакомпания, которая миллионная. Авиакомпания, которая миллионная. Они говорят, нет. Те сакат, нет. 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 И еще раз, нет. В конце концов, он услышал окончательное нет. Дэйв жаловаться перестал, денег на адвоката не было. И тогда он решил пойти другим путем. И тогда он написал песню. Авиакомпания United разбивает гитару. Авиакомпания United саложит гитару. Которая на английском звучала United Breaks Guitars. Где просто описал эту историю. Вот вы даже не представляете. Когда ты пытаешься решить проблему вот так вот, юридически, ничего не решается. А Бог говорит, тебе надо ну просто, ну какие у тебя дары есть. Он написал эту песню. В самом конце служения, не, не, сейчас не надо, не надо, не надо. В самом конце, когда уже перед тем, как будем расходиться, я с огромным удовольствием вам этот клип представлю. Вы будете просто восторжены, как Бог иногда гениально решает наши проблемы. Так вот, он написал год, это 2009, он написал песню и через год короче, этот клип United Breaks Guitars он стал, этот клип стал хитом YouTube и набрал 22 миллиона просмотров. Внимание, 22 миллиона просмотров. Дэйв за эту неделю стал мировой звездой. Не сломала бы United твою гитару, ты бы в жизни никогда не стал звездой. Иногда нам кажется, о, это проблема, это стартовая площадка для того, чтобы ты мог взвивиться и стать звездой. Когда Иосифа помните, да, какая проблема была, не то, что гитару сломали, судьбу чуть не сломали, говорят, все, кончено, а Господь берет эту ситуацию, которая, казалось бы, конец, он ее превращает в стартовую площадку, для того, чтобы он стал королем. Поэтому, когда ты проходишь сейчас эти обстоятельства, поверь Богу, что, если Бог тебя любит, Он все экстремальные обстоятельства может повернуть против твоих врагов и в твою пользу. Представляете, написал этот клип, за неделю 22 миллиона просмотров, он стал звездой. Компания, которая производила гитары, Тейлор, подарила ему две самых последних новейших гитар. А через четыре дня, после публикации этого клипа, акция United American Airlines упала на 10%, и потери этой авиакомпании составили 180 миллионов долларов. миллион долларов. Вы понимаете, о чем речь идет? Гитару не хотели купить, да? Ну, тогда 180 миллионов долларов вы потеряли. Почему? Когда 22 миллиона смотрят United Breaks гитару, и вот он говорит, куда летит? Нет, только не на United. Это была такая мощная антиреклама. И что дальше происходит? Знаете, я вот беру эту историю, я беру ее к себе. Никогда не рассматривайте текущие вот такие вот ситуации, как трагедию. Гитару можно сломать, но судьбу и твою веру никто не имеет права ломать. Аминь. Нынешние временные скорби, настигшие тебя в который раз, эта гитара ничего не стоила по сравнению с тем, какие у него появились заработки буквально через пару лет. И смотрите, что дальше. Он вчера год этой компанией просил верните мне гитару, заплатите мне сколько там полторы или две или три тысячи. Сколько эта гитара стоила? Нет. 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 А через два года, когда весь мир об этом узнал, когда, не кажется ли вам странным, десятина пришлась десятину отдать не по согласию а принуждению. И когда компания теряет сто восемьдесят миллионов, а этот клип крутится и крутится. Люди слушают и слушают и 22 миллиона превращается в 50 миллиона. Знаете, что дальше идет? Управление и руководство компании United написали письмо Дэйву и предложили написать на листке бумаги сумму с любым количеством нулей, которые они готовы были ему заплатить только за то, чтобы этот клип он убрал. На что он ответил, ну не буду ничего показывать, на что он ответил, нет, вчера вы мне сказали, нет, сегодня я вам говорю я вам говорю дабл нет дабл нет и вы понимаете, о чем это история? Он запротит, пар ко нотикам когда я смотрю потому что думает что что в нашей жизни происходят то, что мы считаем а концовкой это стартовая платформа вспомнить этих всех судебных процесс с этим генеральным прокурором вспомнить все эти истории когда сидрак месах не то что гитару ему сломали они их в печь кинули чтобы закончить всю эту историю а там просмотров было 40 миллионов вся страна смотрела не сгорели и когда они оттуда вырешли то все враги туда попали тур друзья мои о чем я говорю не рассматривайте текущие проблеми как катастрофу как знать может тебе Господь завтра дас мелодию и текст и ты свой хит напишешь который потом Бог будет использовать чтобы вернуть тебе не в семеро крат а в тысячу крат все что ты однажды потерял добыча моя не уйдет от меня я я верю все вернемся назад добыча моя не уйдет от меня я возвращу потерю семеро крат ты веришь что все потеря которые однажды мы пережили они будут восполнены когда Бог начнет сражаться за нас и Он говорит я отниму у ваших врагов их преимущества когда злобный Аман хотел Мардахея вздернуть на виселице знаете что Бог сделал Он этого Амана вздернул на его собственной виселице А после этого Мардахея переселил в этот дом Амана Я верю что последнее слово не за этими компаниями последнее слово за нашим великим Господом Итак Римлянам 8 29 30 Ибо кого Он предузнал тем и предопределил быть подобным образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями Маэстро ты можешь уже выходить А кого Он предопределил тех и призвал А кого призвал тех и оправдал А кого оправдал тех и прославил Итак уважаемые друзья Божья воля она выражается очень просто и гениально читаем дальше Римлянам 8 31 32 Что же сказать на это если Бог за нас если Бог за нас ты веришь что Бог за нас ты веришь что неладно не за нас ты веришь что Бог за тебя так вот если Бог за тебя и за меня если Бог за нас Кто против нас? Если уж опозорилось, это United. American Arlain. Даже в этой ситуации. Неужели ты думаешь, его рука сократилась, чтобы спасать? Нет. Он говорит, я с вами во все дни до скончания века. Не оставлю. Не покину. Не защищу. И благословлю. По вере вашей. По вере вашей. По вере вашей. Да будет вам. И как мы провозгласили в самом начале, этот день пусть будет днем моего благословения. Кому-то исцеление. Кому-то решение конфликтных ситуаций. Кому-то выход из тупиковой. Какой-то жизненной проблемой. Бог сегодня на этом месте. Я верю, что Он нас любит. Но Он, вы понимаете, исцелить, это просто. Но преподать урок. И получит с данного экзамена, это чуть-чуть другое. Закаляет ли нас эти скорби? Закаляют ли нас? Утверждают ли нас эти скорби? Приобретаем ли мы терпение и опытность? Вот какой главный урок. Десять прокаженных. Десять спиталей. Кричали. Клица. Наставник. Помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас. Помилуй нас. И потом стоит. У песта там стау. Из десяти. Но десмит. Только один пришел. Только один пришел. И он спрашивает. А где остальные девять? А где остальные девять? Как они? Как те? Ничего не поняли. Вы понимаете? Вы понимаете? Как горько. Цик рук ты. Проблемы ведут нас к Богу. Проблемы ведут нас к Богу. А решение проблем. Проблема отриснаймс. Уводят. А извед. От Бога. Но Дева. Исцелить легко. А вот опыта добавить. Это чуть сложнее. Исцеление от Него. От терпения. Благодарное сердце. И любовь к Нему. Это все. Что зависит от нас. Мы будем молиться. Я бы очень хотел, чтобы это было непросто, чтобы настроение поднять. Как бы на душе легче. Я на самом деле. Я чувствую, что в жизни вот такой вот конфликтный момент. Если на самом деле ты чувствуешь, что под ногами. Это не просто теоретический вопрос. Вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. Когда это внутри кричит. Когда это внутри кричит. Хочется, чтобы все по настоящему. Чтобы это не было очередная какая-то. Лай это не было картой. Кого-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку-каку. А Иисус задаст вопрос. Веришь ли ты, что я могу это сделать? Сейчас скажут, не знаю, ну как получится. Давай в следующий раз зайдешь, как. Такие тонкие вещи. Господь не только ощущает нашу веру, но он прислушается к формулировке нашей веры. Римлянам 8, 31, 32. Читаем дальше. Если Бог за нас, ну кто против нас? Ну самое главное, что если Бог за нас, так пусть же наши отношения с ним, будут на самом деле глубокими, честными, реальными, чтобы Дух Святой касался нашего. И чтобы мы слышали его голос. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам. И все. Представьте себе, если я имею в своей жизни Иисуса Христа, я имею все, как не дарует нам и всего. Иисус говорит, без меня не можете делать. А со мной вы будете иметь все. Во-первых, Иисус. А потом решение проблем. Нам сегодня нужно не столько решения проблемы, сколько тот, кто эти проблемы решает. Чтобы после того, когда проблемы будут решены, мы не ушли от него, как те неблагодарные, прокаженные. Бог на этом месте. Я в своей жизни испытал много знамений и чудес, я уже говорил, порез лицевого нерва, который мог до сих пор калечить мою внешность. Бог исцелил. Сколько раз жесточайшие аварии были в двух сантиметрах от машины, как я уже говорил, в Шереметьево-2 киднеппинг по-человечески безнадега. Но если Бог за нас, Он не оставит нас, Он не покинет нас. И когда кто-то говорит, ну ты в рубашке родился, не знаю, кто как родился, но мы во Христе Иисусе родились, это главная гарантия, наша защита нашей помощи и безопасности как с Ним не дарует нам и всего. Не концентрируй свое внимание на разбитых гитарах. Не плачь над сбежавшим молоком. Не все пропало. Пока мы живем, пока мы дышим, пока мы слышим Слово Божье, пока небеса открыты над нашей головой, пока мы можем ощущать это по мазанию шо сваидиму великого святова духа варанах святого гаран. У нас есть шанс. У нас есть будущее. У нас есть будущее. У нас есть нагородное. Поверье вашей. Петчу тихий бас да будет вам. Лайно тихий. Так пусть это день. Тад, лаи ший день станет днем клюст моего благословения. Парманс святый бас диену. Давайте закроем глазами. А изверсим аксис. Сформулируй сейчас внутри себя свою нужду. Иисус говорит, придите ко мне. Все трудающиеся и обремененные. И я решу ваши проблемы. Придите ко мне. И я успокою вас. Он из души с миром. Возьмите ее домой на себя. И научитесь от меня. Господи, как ты нам нужен сегодня. Мы благодарим тебя. Разбуди в нас веру. Разбуди в нас этот протест. Пусть из глубины нашего сердца рождается эта мольба о помощи. И пусть взгляд веры уже видит решение этих проблем. И исцеление, и восстановление. Мы любим тебя. Мы поклоняемся тебе. И перед тем, как мы будем мылить, возьмите свои приношения. Возьмите сейчас свои жертвы. Приготовим путь Господа. Бог благ. Бог милосерден. Чем чаще мы приносим жертвы нашему великому и драгоценному Господу, тем реже мы становимся жертвой обстоятельств. Нынешние временные скорби ведут нас не на кладбище. Нынешние временные скорби это родовые муки грядущей славы. Если даже этот Кэрол буквально через пару лет стал звездой и пошел вверх и получил великое благословение, тем более дети Божьи и сыновья Божьи. Подними свой жертв. Скажи, Отец Небесный, благодарю Тебя за это послание. Благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог. За то, что Ты в завете со мной. Ты сказал из Твоей руки вас никто не похитит. И я прошу Тебя, проходя долиной даже смертной тени, помоги нам открывать там источники утешения и откровения. пусть не оскудеет вера наша и пусть этот день будет днем моего благословения, исцеления, восстановления. Я люблю Тебя. Я благодарю Тебя, что до сего места Ты меня хранил и защищал. И верю, что в дальнейшем ты сохранишь свое наследие. Пустите сейчас сокровищницу по залу и будем продолжать молиться. Господь, прошу, приготовь сердца. помоги нам показать Тебе свою веру, чтобы мы могли увидеть Твои знамения и Твои чудеса. Твои чудеса. КОРБА МЕНЕЛО РУГРИДИ РИГРИШИ ЦИТИ РИГРИБА ЛЕВРО МАРГА РЕТА ЛЕГРИЧЯТУ ЛЕБРЕ БАЛЕО ЛОГРИБА КАНДЕРИЯ ПОРИЛАБРУГА БЛЕРГА МОДИЛАРИО ПОМОЩЕ МОЯ ВЫМЕНИ ИИСУСА ХРИСТА ПОМОЩЕ МОДИЛАРИЯ ИИСУСА ХРИСТА Слава И ХВАЛОЙ ПУСТЬ НАПОЛНЯТСЯ МОИ УСТА Сеть расторгнута И мы избавлены БОЛЬШЕ ОСЕХ ПОМОЩЕ МОБЩЕ 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 ВЗЯ и для новых чудес больше не страданий и слёд больше не страданий и мы освободил меня Иисус! Иисус!